Всем доброго дня, девчонки-красоточки! Обещала начать вовремя, но решила ответить на людый отзыв в чате. Как меня слышно-видно, ставим плюсики и будем начинать. Отлично! Значит, я думаю, вы все знаете, о чем мы с вами сегодня будем говорить. И, конечно, так как мы сегодня говорим про волосы, вы в первую очередь смотрите на мои волосы, и это нормально. Всегда, когда кто-то что-то, ну, грубо говоря, рекламирует, даже вот как вы работаете с каталогом, кому-то рассказываете про помаду, тушь, парфюм и так далее. Все, о чем бы вы ни говорили, в первую очередь будут сразу смотреть на вас. И если вы кому-то, как говорится, рассказываем правильно и честно, расхваливаете нашу тушь, а сами даже не накрашенные, я думаю, вы понимаете о том, что, что не говори, веры вам не будет. То же самое, когда вы рекомендуете какой-то парфюм, любой человек может сразу спросить, а ты каким пользуешься? А вы, к примеру, сейчас вообще не фаберлик пользовались, или же вы вообще сегодня не надушились? Сами понимаете, в итоге вы друг другу противоречите. Поэтому, что не говори, но мы сами себя должны преподносить красиво. Ну и, конечно, если мы, тем более в бизнесе, работаем с продажами, с клиентами и так далее, и везде будут на нас смотреть. И первое, что нас будет выдавать, это, конечно, волосы, ногти, опрятность, ну и, конечно, косметика. Конечно, не буду вам зачитывать, что написано на первом слайде. Я думаю, уже все зачитали, что еще древний философ Люций Апулей, писатель, поэт, философ, платоник, ритер, автор знаменитого романа «Метаморфоз», заметьте, жил в 125-е, 170-е годы нашей эры, так сказал, представьте, то есть уже давным-давно, очень давно мы все знаем, что на любую женщину, что ни говори, всегда смотрят на красоту. И как бы это ни звучало, даже если ты, как говорится, немодельной внешности, все равно у любого человека может быть харизма. И вот эту харизму можно придать даже при помощи волос. Как всегда, мы с вами начнем с теории, сначала такой вот легкой, можно сказать, а затем, конечно, обратимся к нашим всем средствам по уходу за волосами, шампуне и так далее. Ну и, конечно, я не могу не поделиться своим опытом, своими наблюдениями, своими какими-то выводами, потому что тема волос меня волнует очень и очень давно. Вот, получается, скажу вам честно, последний раз у меня была, ну, как короткая стрижка. Вот если, кстати, напомните мне, если я не забуду, я вам специально скину, когда последний раз у меня была короткая стрижка. Ну, не совсем короткая, не под мальчика, но все равно. Это был 2007 год. С тех пор я тщательно ращу волосы. Да, всякое бывало, пробовала и завивку, и биозавивку, многое я перепробовала. Но сейчас я, как говорится, научилась ухаживать за своими волосами, научилась делать те нюансы, которые иногда хочется, без вреда для волос. Поэтому всем сегодня поделюсь. И да, 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 вы не поверите, но не только мы устаем, не только наш организм устает, но наши волосы точно тоже устают. И я думаю, вы в чате видели, и поставьте, пожалуйста, единички, у кого это уже отложилось на подсознательном уровне. Вот мы с вами изучили уход за лицом, типы кожи и так далее. И, ну, я рассказываю себе, но я думаю, многие из вас, когда вы сами изучили, как правильно ухаживать, как определять, как видеть какие-то ошибки, нюансы и так далее. И вот это ты начинаешь видеть и у других. И ты чем только занимаешься, только бы контролировать и не сказать ничего лишнего, что там, ну, как можно так запустить кожу и так далее. Да, можно каким-то вот знакомым сказать. Или вот, к примеру, когда ко мне приходят на офис девчонки, и сразу первое там, а чем ты пользуешься, там, то, то, сё, то, подскажи мне, подбери и так далее. Вот, ну, ещё раз повторю, всё зависит от того, какие у тебя взаимоотношения с человеком. Но я, например, сразу могу сказать, что там твоя кожа просто и просит, напои меня, я хочу пить, я уже устала. Точно так же, когда ты начинаешь заниматься темой волос, тоже видишь. Особенно, если сидишь на каких-то мероприятиях, девчонки, вот, кажется, насколько было различных ассамблей и так далее. Вот, кажется, собираются лидеры, директора и так далее. И это не то, чтобы я там сижу такая умная, обсуждаю, осуждаю. Нет, нет, и ещё раз нет. Но когда тебе там уложили то, то, сё, ещё куда ни шло. Но когда у тебя просто помытые волосы, там, высушенные, расчёсанные, очень и очень видно, когда волосы тусклые. И вот когда есть эта тусклость волос, это значит, что ваши волосы устали. Вот. И, ну, конечно, что на здоровье волос точно так, и как на наше здоровье, влияют и гормональные изменения в нашем организме, и период полового созревания. То есть, вот, допустим, не надо далеко идти, сравните волосы девчонок, малышей, потом сравните волосы, которые становятся у подростков, когда у них начинается переходный возраст, затем какие волосы становятся у девушек, затем когда родили одного, второго, третьего ребёнка, когда покраска, когда это волосы сто процентов меняются. И как бы это ни прискорбно звучало, но на вид шевелюры, можно сказать, влияют и экологическая обстановка. Почему некоторые не обращают внимания, но всё-таки, где ты живёшь, тоже влияет. Если деревня, это одна экология, можно сказать. Если маленький город, вторая. Если мегаполис, третья. И не надо далеко идти, даже у нас в компании есть такие средства, которые вот именно для больших городов, где куча выхлопных газов, пыли и так далее. Дальше. Неправильные диеты тоже влияют. Какие-то неправильные питания тоже влияют. Вот как бы это ни прискорбно звучало, но это всё тоже влияет на наши волосы. Ну и, конечно, из-за того, что мы неправильно питаемся, неправильно даже расчесываемся, неправильно моем волосы, пользуемся неправильными шампунями, ненормальным, как бы это ни звучало, составом, очень часто появляются грибковые заболевания из зуд кожи головы. И отсюда идёт и плохие волосы. Также, конечно, что ни говори, стресс, различные причины вот такие, которые нас не касаются, то, как человек относится к определённым ситуациям, как нервничает, как переносит вот различные нюансы жизни, тоже влияет на волосы. И не без этого. Это агрессивные средства по уходу, то есть или же неправильное, или же слишком частое, постоянное. Это имеется в виду утюжки, это имеется в виду фен, особенно если он неправильный, самый дешёвый, где нет регулирования температуры. Забыла, как называется, гофре, когда делают на волосах. Ну, в общем, вот это вот приспособление. Очень и очень вредное. Как бы это красиво ни звучало, но оно очень и очень вредное. Конечно, химические завивки, окрашивание, укладка ежедневная, особенно те, кто приспособился, и вот начёс его делают, потом куча вот этих лаков и так далее. Ну, перепады температур, это 100%, касается и погоды. Если ты, допустим, знаешь, что на улице холодно, а ты только-только посушила, да ещё горячим феном, и быстрее выбежала на улицу, и, понятное дело, без, допустим, там, без шапки, без платка и так далее. Представьте, вы только что нагревали волосы, кожу головы ого-го, и вышли, а там прохладно. Понятное дело, волосы очень быстро покажут, что ты нас замучила. И всё это приводит к повреждению волосовых луковиц. Поставьте двоечки, кто видел, когда у нас выпадает волос, и всегда на конце есть, ну, такая, как чешуйка, то есть такое вот совершенно другого состава, то есть волосяные луковицы, они у нас в голове, в коже головы, и из них вырастает несколько волосиков. И когда вот вырывается, у нас остаётся вот такой вот, вот это получается чешуйки. Вот, я думаю, все видели. Стресс и переутомление, про это я сказала. И, конечно, как говорится, у каждого есть свои нюансы, у каждого человека, то есть есть какие-то проблемы, которые всё-таки нужно обратиться к специалисту, потому что есть, ну, болезни и так далее, без этого никак, то есть просто какими-то уходовыми средствами ты от этого не избавишься, тогда уже к трихологу обращаетесь, к специалисту по волосам, нет парикмахера ни в коем случае, здесь уже нужно к специалисту, но мы сейчас с вами говорим про, ну, среднестатистическую женщину, которой, в принципе, всё нормально, просто она хочет улучшить волосы. Значит, основные принципы домашнего ухода, ну, про волосяные луковицы мы уже сказали, и вот как они у вас приспособлены к жизни, можно сказать, то есть как они расположены, какая у них крепость зависит от нас, потому что мы сами знаем, что есть люди, у которых очень сильно выпадают волосы, ставьте троечки, кто такое видел, вот, допустим, там, идёшь где-то или едешь там в автобусе, в метро, в троллейбусе, или просто вот сидишь где-то на каком-то мероприятии, и у человека тот жакет или блузка, особенно если оно трикотажное, всё в волосах, вот вроде бы они, и, ну, как бы волосы расчёсанные, всё хорошо, конечно, она старалась, но всё равно, она даже вот идёт, какие-то движения, и волосы сыпятся, сыпятся, сыпятся и сыпятся. Это значит неправильный уход, значит, слабые волосяные луковицы, и волосы от каждого движения, вот ты даже где-то руками там провёл, там поправил, вот некоторые, что могут там расчёсывать пальчиками, допустим, и уже у тебя что-то где-то будет. Не хочу, конечно, никого обманывать, но скажу вам честно, у меня тоже когда-то так было. Конечно, они мне не сыпались, ого-го, но было такое, когда вот ты идёшь, или там с кем-то общаешься, и когда, как говорится, хорошее отношение с человеком, то вот он стоит и с тебя так выщипывает по одной волосиночке, и так чистит тебе одежду. Сами понимаете, это как бы и очень даже, ну, некрасиво выглядит. Да-да, девчонки, мы с этим все сталкиваемся, и это всё от неправильного ухода. Поэтому нужно укреплять вот этот наружный слой, то есть кожу головы. Вот. А, кстати, пока я рассказываю, ставьте, пожалуйста, четвёрочки, кто не красит волосы, то есть у кого свои волосы, неважно, сколько вам лет, но кто не красит волосы. Вот, ставьте четвёрочки, я потом посмотрю. Значит, также особую роль в состоянии волос, как бы это не смешно, нет, мы ставим у кого свои волосы, а остальные уже будем знать, что крашеные, у каждого своё крашивание, но крашеные. Значит, как бы это ни интересно звучало, особую роль в состоянии волос играют сольные железы. Вот, кажется, все, у меня там жирные волосы, как ни помои у меня, жирнятся там, лоснятся волосы, и так далее, и тому подобное. Ну, как бы это ни интересно не звучало, у всех присутствуют сольные железы, и они должны быть. Это нормально. Просто, как бы, ну, как ни странно, должно быть всё работать в норме. То есть, если сало вырабатывается в избытке, то есть, когда у вас сильно лоснятся, волосы загрязняются, значит, у вас недостаточное, как вам сказать, вы неправильно ухаживаете за волосами, и, то есть, что-то не нравится вашей коже, головы, и она таким вот образом реагирует на ваш уход, она как бы защищает вот то, что вы делаете с ними. Также, если же вот этих сольных желез недостаточное количество, тогда это приходит, приводит к иссушиванию волос, тогда выходит, что у вас сухая кожа головы, и у вас сухие волосы, и из-за этого получается плохо развиты вот эти волосяные луковицы, и в итоге у кого-то это просто сыпятся волосы, а у кого-то это даже не то, что перхоть, а кора на голове. Это получается, когда сольные железы недостаточно функционируют, и вот это у нас и получается. Поэтому мы сегодня некоторые нюансики с вами разберем, и опять же, что ни говори, да, тем более мы сейчас живем в таком мире, что есть все, как говорится, плати деньги, тебе сделают все, и уходы в салонах, и вот кератиновое выпрямление сейчас куча всего и так далее, все есть, но опять же, мы живем с вами в 21 веке, где есть все, 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 и не обязательно ходить по салонам, просто пользоваться нормальными уходовыми средствами, и волосы сами по себе будут выглядеть как после салона. Поэтому об этом мы сегодня поговорим. Значит, для правильного ухода за волосами мы вот и продуктовых чатах часто поднимаем, что есть у нас бесфосфатные шампуни, они идут, конечно, подороже. Так, что-то я уже не то говорю, перепутала с этими. Девчонки, исправьте меня. Что-то, мне кажется, я не то говорю. или то. Вот видите, что значит лечь в три часа. Так, 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 сейчас, 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 чтобы не обмануть вас. так, значит, пока помню, так, уход, уход за волосами, шампуни. бессульфатные, бессульфатные, вот, думаю, что, говорю, не то, и меня никто не исправляет. бессульфатные, 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 они всегда и у нас, и во всех магазинах, это идут самые дорогие шампуни, потому что у них самые дорогие компоненты, и как бы это неинтересно ни звучало, сульфаты в других шампунях это те вещества, которые дают пену. Почему? Я и сама с этим столкнулась, как говорится, никого не обсуждаю, не осуждаю. Когда у нас появилась первая серия бессульфатная, я, конечно, все всегда беру, пробую, всегда, потому что я работаю с людьми, и нужно делать свои отзывы. И мне абсолютно, это я просто посчитала, когда я просто пробовала без изучения, мне просто не подошел шампунь наш питательный салон, просто не подошел, опять же, говорю это я, что рассказываю, как я считала, я его пробовала три раза в мытье, и у меня волосы были, как будто я их не мыла. Одним словом, я волосы помыла, высушила, а они такие же, как я их собиралась мыть. Я так попробовала три раза, решила, все, мне шампунь не идет, и я их отдала, не помню кому, но я их кому-то отдала. Конечно, я сразу потом спросила у человека, как тебе шампунь, и тогда он говорит, вообще шикарные такие волосы, то есть, а потом я ее увидела, да, волосы на самом деле шикарные, но у той девушки и волосы сами по себе были очень часто крашены, она их красила где-то раз в три недели, потому что вся седая, и понятное дело, если жесткая седина, а он питательный, ценные масла, он и подошел, вот, но затем, когда я начала эту проблему изучать, оказалось, что если вы никогда в жизни не пробовали бестульфатные шампуни, волос ваш не привык, и в итоге нужно сделать всего лишь одно маленькое действие, мыть волосы на один раз больше, чем вы привыкли, то есть, если вы за раз моете, промываете два раза волосы, значит, промываете три раза, то есть, чтобы волосы начинали пениться, как бы, как обычно, но не так, что там куча пены, и потом еле смываешь, нет, бестульфатные шампуни, они сами по себе так не пенятся, но волосы должны привыкнуть, и что самое интересное, затем, где-то через энное количество времени, я взяла этот же шампунь, но когда я начала все остальные наши салон пробовать, кроме питательных вот этих ценных массов, все нормально, как бы никаких вопросов и уже не было того, что мне не подходит, опять же, повторюсь, это самые дорогие шампуни везде, дальше, есть шампуни, которые содержат больше натуральных ингредиентов, они звучат без слез, слез и парабенов, у нас тоже такие поберлик есть, вот, вы, если, как говорится, бьет по кошельку бессульфатные, переходите на вот эти, особенно те, кто делает что-то с волосами, то есть, если у вас свои волосы, вы с ними ничего не делаете, максимум только сушите феном, ну, иногда, допустим, подкручиваете, тогда, да, тогда вы можете пользоваться как бы, ну, обычными, самыми бюджетными, даже вот, допустим, у нас шампунями, это, допустим, там, ботаника, но могут пушить волосы, потому что, что ни говори, волосы с годами ослабевают и в итоге они ломаются, каждый по своей длине, и из-за этого идет такая пушистость, особенно у кого электролизуется, вообще серия ботаника, девчонки наши, она идеально подходит для детей, вот, начиная, допустим, там, с 10-11 лет, когда у них начинается уже переходный возраст, и, опять же, могу сказать, легко можете ее брать своим мужчинам, ничего страшного, что там написано, не написано для мужчин, вполне нормальные, бюджетные шампуни, допустим, на дачу там взять, чтобы был, родителям завести, но вот если вы какие-то, как говорится, махинации проводите со своими волосами, милирование, там, покраска, химическая завивка, сложное окрашивание, вот, обязательно, особенно, если вы ходите на различные кератиновые выпрямления, здесь уже без сульфатные шампуни вам в помощь, и, опять же, захожу вперед, чтобы потом не забыть, я когда, сколько, 4 года назад, наверное, нет, 3, наверное, года, когда первый раз делала первое свое сложное окрашивание, конечно, ты делаешь все, что тебе сказали в салоне, особенно, когда ты отвалил за это окрашивание бешеную кучу денег, конечно, они рекламируют то, что они продают, вам нужно взять вот это, вот это, вот это, вот это, конечно, я это все взяла, потому что, ну, бешеные деньги ты за это отдала, ну, уже экономия все-таки, что ни говори, была, потому что шампунь тогда стоил, ну, где-то 30 рублей, это считайте, 3 года назад, сейчас, я думаю, с нашими ценами он еще дороже, вот, и она сказала, не менее, чем 2 недели вам нужно пользоваться именно этим шампунем, а дальше, мол, можете привычными, конечно, я сначала так делала, попользовалась, потом в итоге мне этого шампуня хватило, наверное, на 3 моих окрашивания, но я просто к чему, что затем, когда я начала к ней приезжать на покраску, она сразу, а каким шампунем вы моетесь, ну, у нас брали, говорю, ну, брала, только там, как и вы сказали, 2 недели, а затем нашими, у вас очень хорошо держится типа краска, у вас хорошо волосы и так далее, а девчонки, у меня все фаберлик, у меня другого нет совсем, поэтому еще раз повторюсь, просто, если вы где-то в чем-то, возьмите, сравните составы, если вы, в этом разбираетесь, но я еще раз повторюсь, я привыкла доверять компании, и я знаю, что наша компания идет в ногу со временем и выпускает именно то, что сейчас в тренде, и то, что сейчас модно, поэтому не нужно гнаться за вот этими дорогими салоновскими уходами, вы просто купите наш хороший уход. мытье головы, значит, опять же, никого не обсуждаю, не осуждаю, больше скажу, я сама когда-то такая была, поэтому, если кто-то сейчас услышит для себя новые, ставьте пятерочки, значит, как ухаживать перед мытьем? Рассказываю про себя. Лично я мою волосы только утром. Очень-очень редко я могу мыть волосы на ночь. Рассказываю почему. Потому что ложиться с мокрыми волосами нельзя, ни в коем случае они ломаются. Это 100%. Но я раньше, да, рассказываю, как я раньше сушила. Быстренько так, и они тут у тебя все разлетаются, потом голову наклонила, тут так посушила и так далее, и тому подобное. Кто так делал, ставим два плюсика. Сейчас, когда я начала изучать некоторые моменты, я стараюсь, чтобы у меня волосы сохли сами по себе. То есть, я обязательно укладываю челку, потому что у меня челка, это моя болезнь. Если ты ее не вложишь, у меня здесь будут как усы, вот такие вот финтифлюшечки. Она может торчать в любые стороны. Особенно здесь у меня, кажется, завихрень, как мне потом парикмахер сказала. И вот здесь я подсушиваю, чтобы красивенько лежало. И чуть-чуть сушу сверху. Дальше у меня волосы сохнут сами по себе. Но, как говорится, изучила я уже свои волосы. Они у меня вроде бы не густые, но просто их много. И вот даже, когда я хожу сейчас на сложное окрашивание, у меня огромное количество фольги, потому что, говорю, вроде бы волос много, когда ты возьмешь пучок, не так, как у людей вот такие, вот, ну, как бы, по толщине, они у меня не толстые, но, то есть, они тонкие, и их много. Вот. И получается, они у меня сохнут очень долго. Если сушить просто так, даже час могут сохнуть волосы. Я просто к чему рассказываю? Если их мыть на ночь, особенно, если, допустим, тебе нужно там пораньше лечь и так далее, в итоге получается, что мне надо долго ждать, чтобы они высохли. Поэтому я сейчас мою с утра, тем более, как говорится, мне спешить некуда, я работаю дома, вот поэтому я сейчас на сто процентов уверена, почему у меня стали лучше волосы. Я мыла волосы и раньше с утра, но все-таки ты всегда не успеваешь и всегда шла с недосушенными волосами. Поэтому у меня были какие-то вот эти, одуванчики на голове. Так что волосы нужно мыть лучше всего с утра, чтобы они высыхали полностью и высыхали желательно сами по себе. Ни в коем случае не нагибать и вот так вот не сушить, чтобы они тут у вас позапутывались, позапутывались, тем более, я думаю, вы все знаете, что влажные волосы расчесывать ни в коем случае не нужно. Их нужно расчесать перед мытьем. Хорошо расчесать. И вообще возьмите себе привычку расчесывать их и перед сном. И у вас должна быть, тем более у нас сейчас, ура, ура, появилась деревянная расческа, у вас должна быть деревянная, хорошая, не дешевая, девочки. Рассказываю, почему не дешевая. А хорошая деревянная расческа с редкими зубьями. То есть не с густыми, а редкими. Значит, в деревянных, хороших расческах получаются вот эти вот сами по себе, как они называются, кстати, девчонки. В общем, вот эти вот штучки на обычных расческах идут разноцветные, вот эти вот пупырышки. И они иногда могут отламываться, не отламываться, слазить, и остается, допустим, острые вот эти штуки. Вот когда у вас уже вот это все поотваливалось и остались острые штуки, вы будете травмировать голову. И как бы это не прискорбно звучало, так как мы легко можем потравмировать кожу лица, точно так же мы можем легко травмировать и кожу головы. И расчесываться чем чаще нужно не для волос, чтобы они путались, а для микромассажа головы. И вот именно микромассаж головы пробуждает ваши волосяные луковицы от сна и получается, они начинают побыстрее обновлять волосы, потому что это как бы нормально, когда у вас выпадает от 50 до 100 волос даже за раз. У нас тут их тысячи миллионы, но как они выпадают, так они должны расти, а с какой скоростью они растут уже зависит от вас. Поэтому вот именно деревянные расчески шикарнейшие делают массаж. И вот по-моему два или сколько каталогов у нас появилась вот такая расческа, она чуть-чуть поменьше, вот так она идет, но в принципе нормальная, поэтому вот перед мытьем расчесали волосы, за тем, когда волосы высохли или же почти высохли, если вы спешите, как говорится, я все понимаю, значит, начинаем расчесывать именно с кончиков, потому что больше всего путаются кончики, больше всего, и вы, получается, распутали кончики, и только потом расчесываем корни. Вот заметьте, я буквально чуть-чуть расчесала их, но они были еще полностью, ну, не высохшие, как у меня легко идет, и вот, пожалуйста, и вот, пожалуйста, один волос вылез, вот, ну, вы, конечно, не видите, но я вам серьезно говорю, почему у меня, когда после ковида где-то через месяц стало очень много лезть в волос, для меня это был просто, ну, шок, потому что я с таким не сталкивалась, еще раз повторюсь, я сушу волосы только век, дальше они у меня сохнут сами по себе, да, сначала они будут как спутаны, затем прямые, без всяких торчков, и мягусенькие, и это волосы, где сложное окрашивание по пять, по шесть часов идет, вы сами представляете, что все-таки все считают это же вред для волоса, но они у меня шикарно восстанавливаются, так, дальше жесткая, если у вас очень жесткая вода, значит, можно добавлять в эту жесткую воду, но понятное дело, девчонки, чтобы так делать, это надо в тазик, наверное, набрать, поэтому я, например, за то, чтобы было удобство, так что лучше я куплю себе нормальный уход, который идет и для жесткой воды, чем набирать в тазик, капать туда там нашатырный спирт, или там пищевую соду, или еще что-нибудь, Катя, она недавно появилась, да, вот, дальше, огромнейшая ошибка не только у кого-то и у меня была, мыть волосы горячей водой, вода должна быть, ну, максимум, вот, 36 градусов, конечно, я не знаю, как ее измерить, но еще раз повторюсь, то есть, наши руки, девчонки, так как они часто с водой, там, вот, мыть посуду и так далее, наши руки совсем по-другому воспринимают температуру воды, чем, допустим, рука повыше, так, потому что они больше работают с горячей водой, поэтому, чтобы посмотреть воду, не так проверяем, а так проверяем, то есть, чтобы сюда попадала вода, и тогда вы будете знать, какая вода, она, конечно, не должна быть летней, но она должна быть чуть-чуть тепленькой, значит, расчесали волосы, дальше намочили всю длину, затем берем шампунь, наносим на ладошку, растираем вот таким вот образом, то есть, не нанесли и быстрее пошли шуры-муры, в итоге тут все на свете, запутали, а затем, почему я не могу расчесать, можно и так, значит, я просто как бы уже знаю, какая для меня нормальная температура, а вот именно, разнесли по ладошкам и просто наносим везде и трем, не когтями, а просто, как обычно, вот так вот, только корни, только корни, и все, девочки, вы не поверите, поставьте шестерки, кто это не знал, может, три года назад я только начала так мыть, ну, может, чуть больше, перед сложным окрашиванием, там, три с половиной, допустим, там, четыре года, до этого я мыла все волосы, то есть, если у меня длинные, значит, я там и пошло, пошло, чтобы пены было вот так, а девочки, это все приводит к тому, что у нас пересушиваются кончики, из-за этого идет вот эта вот пушистость, из-за этого, даже если вы волосы не красите, если вот так вот взять, тут эти кончики расчепуренные на три, на четыре, ну, вы, конечно, не увидите, но я вам скажу честно, я стригу кончики два раза в год, иногда даже раз в восемь месяц, раньше у меня то же самое было, мы моем только корни, дальше смотрите, ну, я не знаю, как вы, я всегда мою волосы, наклонившись, я не люблю мыться под душем, так как я, ну, не то чтобы фобия, ну, не люблю я воду, то есть, я не купаюсь, ничего, и я не люблю, когда мне вода попадает в волосы, в уши, ну, меня сразу заложила, у меня сразу какая-то фобия, ну, я рассказываю себе, поэтому я наклонила голову, и затем потерла, не когтями, а пальчиками, массажик, 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 кстати, затылок еще у меня не высох, вот, и затем мы смываем шампунь, и он проходит по всем волосам, и волосы смыются, а знаете, почему это? Потому что у нас сальные железы только здесь, то есть, вот это вот сало помыть, только нужно здесь, а здесь у нас скапливается, что там, пыль какая-то, там, выхлопные газы, ну, еще там какие-то, и оно все быстренько смывается, когда мы смываем, два раза, то есть, первый раз, это как бы нормально, когда ты так промываешь, шампунь слабо пенится, а второй раз, когда ты смываешь, значит, шампунь сильно пенится, и волосы смылись, вот протестируйте месяца три, и вы посмотрите, у вас даже волосы совсем по-другому, да-да-да-да-да-да, Катя, совсем по-другому будут смотреться, и опять же повторюсь, мы здесь никого не обсуждаем, не осуждаем, я сама такая была, просто когда я купила утюжок, и пришло к тому, что уже без утюжка, я просто, извините за подробности, не могу выйти на улицу, потому что адван, хотя волосы прямые, про мокрые волосы я сказала, так, про то, что нельзя расчесывать, сказала, и если вдруг, вы иногда же бывает, я взяли шампунь, ой, мне он не подошел, он может быть именно сейчас вам, значит, если короткие волосы, они сразу, понятное дело, промываются, долго не нужно тереть, тем более у вас и расход, шампуня поменьше, чуть-чуть, подушечками, бац-бац-бац-бац, и смыло, если короткие волосы, вполне возможно, вам и одного раза хватит, но бессульфатные два раза, значит, если у вас волосы, волосы резко начали электролизоваться, до этого, допустим, не было, а сейчас начали, значит, вам не подходит это средство, это 100%, почему я не ношу шапки, уже очень много лет, наверное, с 18 или с 19 лет, максимум капюшон, пока у меня не было машины, я всегда покупала верхнюю одежду, чтобы был удобный капюшон, накинула, и мне его не надо держать, когда идешь, чтобы его, как говорится, не сдувало и так далее, потому что, как только я в шапке, я ее снимаю, у меня вау, взрыв на какой-то там мебельной фабрике, или как говорят. Аня, мы все такими были, нас так приучили, нас так учили мамы, мам так учили, бабушки и так далее, но шло с поколением в поколение, а сейчас это проверено. Пусть будет на мебельной. Дальше, еще очень большая ошибка, девчонки, бальзам и поласкиватели. Опять же, не осуждаю, не обсуждаю, сама такая была, но правда, я это поняла рано, потому что рано начала красить волосы, хотя седины у меня почти и сейчас нет, буквально иногда могу встретить на висках, или же здесь чуть-чуть, но так у меня свои светлые волосы, как бы она сильно не бросается. Просто, как говорится, захотелось, у мамы подворовала красочку и начала. И с бальзамом волосы себя чувствуют намного и намного лучше. И опять же, все имеет накопительный эффект. То есть шампунь у нас промывает, идет глубокая очистка волос, и он у нас открывает и чешуйки, ну то есть очищаются волосы, а бальзам возвращает волосы в прежнее состояние. Почему те, кто не пользует бальзамы и маски, маска еще куда не шла, но если вы не используете совсем бальзам, вполне возможно, у вас очень сильно выпадают волосы, и у вас они на самом деле тусклые, особенно если у вас длинные волосы, то потом они вот реально, я просто с таким как бы редко сталкиваюсь, но иногда прям чувствуется, что они как солома, как бы это не плачевно звучало, но они просто как солома. Поэтому после каждого мытья, каждого, каждый по-своему, у кого-то пакля, кстати, я на самом деле видела вот такие волосы, то есть у человека была, видно, химическая забивка, и она просто отрастала, и вот где-то вот столько корней, то есть, ой, корни, концы, ну так и хотела сказать, ну неужели вот это нельзя обстричь, там просто девочки вам не передать, что там творилось. Поэтому после каждого мытья нужно обязательно использовать бальзам, который, особенно если у вас очень поврежденные волосы, который должен быть подобран по вашему типу волос, то есть по вашему повреждению. Если у вас нормальные жирные волосы есть, такой же у нас и бальзам. Он и питание, и гладкость, и волосы обалденные, просто хочется и хочется их трогать. Значит, так как у меня, ну я вам потом покажу, всегда 3-4 шампуня, то есть не значит, что я взяла один шампунь и пользуюсь им, пока он не закончится. Нет, нет, еще раз нет. Дальше. Бальзам ни в коем случае, очень многие потом, когда начинаешь выяснять, точно так, как мицеллярка. Я не пользуюсь мицелляркой, она мне не подходит. Почему? Оказывается, они ее не смывали. Точно так и бальзам. Бальзам ни в коем случае не наносится на корни. Зачем вам наносить на корни? В основном всегда вот здесь волосы у всех нормальные, а дальше уже идет повреждение. Да, даже если вот мне сейчас провести, то получается здесь нормально, а дальше уже чуть-чуть идет пушение, буквально чуть-чуть, они еще сохнут. Поэтому вот где-то отсюда, а я, например, опять же наносим бальзам, растерли, ну, так как волосы у нас, ну, я по себе говорю, нагибаюсь, и вот я где-то, вот так вот, вот так где-то наношу бальзамчик. Вот нанесла я бальзамчик затем, потому что бальзам 1-3 минутки. Затем я, допустим, умываюсь там пенкой или вот гель-скраб маска у нас был. Затем я чищу зубы. Затем я еще могу там сделать гигиенические процедуры, и это все с бальзамом. А только потом, только потом я смываю бальзам. То есть не так, что вы нанесли, особенно там некоторые любят пальцами так поводить, 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 и смыть. Нет, ни в коем случае. Тогда, ну, зачем его наносить? И еще обязательно после мытья волос шампунем отжимаем. Ну, опять же, я нагибаюсь и просто вот сжимаю волосы, ну, так легко, чтобы не так, чтобы они там выпадали уже или нет, просто отжали волосы, затем нанесли бальзамчик и проводим. То есть не наносим сразу на волосы, откуда течет куча воды, потому что оно все стечет и как бы разницы не будет никаким. Такс. И, значит, здесь идет ополаскиватель. Ополаскиватель. Лично у нас нет такого, что звучит как ополаскиватель. Раньше, я помню, было, вообще даже и в аптеках каких-то продавалось и так далее. Я таким не занимаюсь. Я просто перешла на наши спреи. Значит, мои любимчики или двухфазные из серии салон. Сейчас, вот видите, у меня вот заканчивается гиалурон. Их хватает очень и очень надолго. Прям очень. Иногда может надоесть. А это у меня, ну, вы знаете, что если у меня что-то есть, уже стоит новое. Это из биоси. Хочу попробовать. Идет у нас спрей-кондиционер для волос. Такие спреи не смываются. Пырскою не жалея. Двухфазный. Тогда сильно не переусердствовать, особенно на корне, потому что он все-таки с маслицем. Я думаю, вы видели, когда он стоит недвижимый, там чуть-чуть выступает масло. Поэтому оно может лоснить волосы. Поэтому тем брызгаю, кроме как на корне. А этот абсолютно вот который гиалурон очень. Он идет уплотнитель именно. Артикул его 8164. Не знаю, есть он у нас или нет. И с этой же серии у меня уже много лет сыворотка. Поэтому я после бальзама опять же смыла, отжала волосы. И затем так не жалея побрызгала и с той стороны, и с этой стороны волосы. А нет, обманываю. Сначала я нанесла сыворотку на кончики. Сыворотка тоже самая. Эту сыворотку, чтобы вас не обмануть, раз пять я ее выдавливаю. То есть так хорошо. Опять же между ладошками и вот пошло. Затем хорошенечко спреем. И затем надела или полотенце, или тюрбан. Огромная ошибка. Кто так делает? Ставим восклицательный знак. Надели полотенце и пошло. Кто так делает? Ставим восклицательные знаки. Если никто не делает, я очень за вас рада. Грубейшая грубейшая ошибка. Мы сами себе повреждаем волосы. Сами себе. Мы только что недавно говорили, что спать с влажными, расчесывать влажные нельзя, они ломаются. Даже иногда видно, когда волос, особенно если он полотнее, вот он вроде бы идет, и потом такой с того волоса торчет. Это значит отломанный волос. Ни в коем случае нельзя. Это еще хуже, чем спать с мокрыми волосами. Отжали. Если у вас сильно плотные волосы, несколько раз отжали ванную и затем надели полотенечко и закрутили. Все. Дальше с полотенцем не ходим, чтобы волосы почти высохли. Ни в коем случае. Опять же, это плохо. 5 минут, ну максимум 10, зависит от густоты волос и длины. Все. То есть полотенце, что нужно, впитало и сняли. Пусть лучше они дышат сами по себе. Я, например, это все делаю. Высушиваю челку, чтобы она у меня красивенько лежала. И все. И дальше я абсолютно их не трогаю до почти полного высыхания. Значит, маски. Маски нужны и для питания волос, и для питания и увлажнения кожи головы. Также идет разглаживание волос. Но опять же повторюсь, вы просто сами можете с собой потестировать. Просто я таким, как говорится, не страдаю, но у меня это есть у всех. И у мамы, и у папы. У мамы вообще раньше было до сих пор, помню, всегда плечи в этом снегу. У брата тоже периодически перхоть. У меня такого не было. Ту-ту-ту, конечно. Но у меня такого не было. И сейчас, когда занимаясь волосами, у вас получается сухая кожа головы из-за неправильного и мытья, и сушки, и ухода. И в итоге это идет защита кожи головы. Она как-то пытается защититься от этих перепадов температуры. Может, у кого-то стресс. поэтому маски нужно использовать и для волос, и для кожи головы. Но если маска питательная, увлажняющая, значит, ну, это все, как говорится, нужно читать, значит, она идет на волосы. Опять же, где-то вот так вот, на корни не наносим, на волосы. Если, вот опять же, переношу на наши маски, если это маска детокс, если это маска пудинг, вот лучше всего я вам рекомендую маску пудинг, приобрести любую, то есть, хотите авокадо, хотите ревень, неважно. Она не лоснит волосы. У меня всегда есть несколько видов масок. Почему? Потому что я одну маску, когда делаю маску уже, как говорится, наверняка, я одну маску наношу на корни, а вторую наношу на остальную длину волос. И опять же, просто, как говорится, пришла сама. У нас на всех масках пишут 3-5 минут. Я нет, я не так делаю, я наношу и хожу, пока мне не надоест. Минут 15 могу ходить, минут 20. Конечно, это все дело делаю, когда я никуда не спешу, то есть, я помыла волосы, отжала, затем нанесла маску, на плечи полотенечко и хожу. Здесь еще обручем могу, чтобы там не текло. И все себе, там кофеек, чатах посидела, еще что-нибудь, но именно походить с маской, но это не при каждом, конечно, мытье, все зависит от вашего типа волос, можно раз в неделю, можно раз в 10 дней, но нужно девочки делать, и вы просто увидите, какие у вас станут волосы. Особенно, тоже про это буду рассказывать, когда вы будете делать глубокую очистку кожи головы. У вас даже волосы, я, например, по себе, они, еще раз повторюсь, вроде бы, как бы не густые, но их много, и они сами по себе тяжелые. И получается, что даже после вот такой процедуры детокса кожи головы прям видно, как волосы приподнимаются, то есть появляется объем. Вот просто рекомендую для тех, у кого редкие волосы. Просто вы будете в восторге. Значит, репейное масло, у нас, благо, оно есть, очень хорошо стимулирует рост волос. Правда, так как это масло, это все серия девчонки Ботаника, так как это масло, оно все-таки будет лоснить волосы, то есть у вас будут быстрее лосниться волосы, чем обычно, но это нормально. Но в нашем репейном масле есть еще красный перец, то есть вы видите, я думаю, уже все прочитали на слайде, что вот и красный перец, и репейное масло, и лук, ну, в общем, разные бывают штучки, но в серии Ботаника в бюджетном есть. Значит, как это все делается? Перед тем, как вы знаете, что вы сегодня будете мыть волосы, нанесли, обязательно взболтать, обязательно, потому что красный перец осел снизу, взболтали, там специальный дозатор, нанесли по корням, можно вот так вот сделать, потому что если сильно много, оно будет течь, все-таки это масло с красным перцем, и походили минуток 15-20, хотите в шапочке, хотите без шапочки, затем моете волосы, как обычно, но рекомендую на один раз больше, потому что, чтобы хорошо вымыть, затем опять же, бальзамчики и так далее, и вот уже репейное масло наше, даже если вы моете волосы под душем, не мойте под душем, а нагибайтесь, так как говорю я, потому что, если попадут в глаза, это нонсенс, все-таки красный перец есть, поэтому и руки хорошо после этого всего промыть, потому что можно попасть, так, опять же, это просто у нас теория, вот мы вернулись к детоксу и скрабированию, кто никогда не делал детокс для волос и кожи головы или скрабирования, ставим 8, опять же, я тоже когда-то это не делала, благо у нас это все есть, до этого в старой коллекции эксперт у нас были вот черные шампуни с углем, был шампунь и был скраб, и опять же повторюсь, пока они у нас были, я их никогда не пользовала, потому что я не понимала, ну зачем, ну как бы у меня и так нормальные волосы, как бы перхоти нет, как говорится, ну волосы растут нормально и так далее, ну зачем, ну я видела, что кто-то брал, особенно когда на распродаже, вот этот скраб брали там по 5, по 6 банок некоторых, ну опять же, сравниваю по ПВ, вот, и, ну не понимала, пока не начала заниматься сложным окрашиванием, вот, значит, просто есть одна грубейшая ошибка, особенно те, которые говорят, ой, мне не подошло, значит, это шампунь и процедура не для частого использования, абсолютно не для частого, все зависит от того, как вы моете волосы, если, допустим, вы волосы моете каждый день, тогда вы можете, допустим, там 1-2 раза в неделю, если вы моете волосы там через день, значит, допустим, 1 раз в неделю или 1 раз в 10 дней, но эту процедуру нужно делать обязательно всем, значит, это, во-первых, легкий способ удаления загрязнений и токсинов из кожи, головы и волос, что ни говори, особенно, если у вас волосы редкие, точно так, как пыль и то и все летит на нашу кожу лица, и мы все делаем то пилинги, то скрабы, то масочки, точно так попадает и на кожу головы, и плюс, если, особенно, если вы часто различные средства для стайлинга, то есть, это лак, мусс, особенно, если лаком там хорошо, особенно, кто там начесы различные делает, это идет глубокая очистка кожи головы, и даже, если у вас перхоть, потому, что идет, вот именно запускается микроциркуляция кожи головы, и опять же, это все пробуждает для роста новеньких волос, но опять же, повторю, не для постоянного использования, это не значит, что вы купили там черный шампунь или мицеллярный вот шампунь с арису, и все, у меня один шампунь, и я мою, а потом через неделю сказали, ой, что ты мне там посоветовал, у меня перхоть пошла, или же там волосы стали путаться, или еще что, это шампунь идет такой профилактический, то есть, не для каждого использования. Так, витамины для волос тоже, как говорится, нужны. У нас, благо, есть с витаминами появились у нас шампуньки, также не забываем, что у нас есть и БАД, у нас есть и концентраты с витаминчиками, для волос нужны витамины молодости, такие как А и Е, витамины группы В и витамин группы С. Не буду зачитывать все подробно, все написано на сайте, но я думаю, вы все знаете, что огромное количество витаминов группы В содержится в спирулине, дальше очень хорошо влияет на волосы Доброген, я сама по себе заметила, так как у меня до прошлого месяца не было проблем с костями, вот, поэтому я его пила очень редко, но вот именно мне наш Доброген влиял на волосы и ногти, потому что на маникюр я хожу уже лет 13, месяц-месяц можно сказать, и просто видно, как, ну, ходить на коррекцию, поэтому я не успевала ходить на коррекцию, и вот благодаря вот этому, если раньше я, допустим, на коррекцию ходила раз в месяц, иногда, если какие-то там нюансы и пять недель ходила, сейчас я хожу на коррекцию ногтей раз в три недели, не больше, потому что ногти растут просто вам не передать, точно так и волосы, вот, Люба подсказывает, что еще и пищевые дрожжи, вот именно их я не пробовала, ну, а коктейли, само собой, потому что они у нас содержат суточную дозу витаминов и минералов, которые нужны, в принципе, любому взрослому человеку, здесь, девчонки, я сильно останавливаться не буду, про сушку я вам уже рассказывала, но очень многие забывают про термозащиту, значит, опять же, рассказываю со своего опыта, то есть, походила я с полотенцем и начинаю сушить волосы, у меня всегда там, где у меня лежит, ну, у каждого, как говорится, свои приспособления, но у меня есть отдельная полочка, где у меня сразу фен, три вида моих расчесок для укладки и сразу термозащита, то есть, не это, это у нас идет спрей, как ополаскиватели, которые когда-то, кто-то мешал в тазиках, можно сказать, мы используем спрей, а термозащита, это совершенно другое, это, во-первых, защита от горячих процедур фена, дальше идет защита от холода, от перепадов температуры, от солнца и так далее, поэтому обязательно должна быть термозащита, здесь уже брызгаю сверху, как бы вниз я сильно не захожу, но брызгаю сверху, без каких-то, ну, не очень много, как получается, во-первых, лучше всего сверху и сразу тебе идет на всю, на всю длину, значит, просто я новую нашу серию еще не сильно изучила, у меня еще старые, у нас термозащита 2703, идет термомоделирующий, термозащитный спрей для волос, он идет у нас с красными буковками, вот это у нас термозащита, обязательно использовать всем, я думаю, все пользуются, неважно, крашеные у вас волосы, не крашеные, все пользуются феном, термозащита, а вот спрей для волос морской солью, он идет с эффектом легкой укладки, это для тех, кто не любит лапки, обязательно термозащита, то есть термозащита вверх, а уже здесь можно нанести, допустим, если когда ты сушишь волосы с какой-то укладкой, то есть, допустим, надо здесь кому-то вверх подкрутить, здесь кому-то вниз, то тогда уже брызгаем спрей с морской солью, я лично, рассказывая про себя, я уже очень много лет пользуюсь муссом, до этого, до Фаберлик у меня были, ну, как обычные магазины, там прелесть, потом еще что-то, но так как я, ну, наверное, с 18 лет пользуюсь постоянно муссом или пенкой, мне есть с чем сравнить, поэтому у меня уже очень много лет, как попробовала наш, хотя ничего не могу сказать, была точно такая, как многие из вас, срабатывал режим бедного человека, то и что, здесь всего лишь 150 миллилитров, в магазине можно купить там 250 или 400, как бы за те же деньги, ты чего, я лучше куплю, да, я тоже такая была, пока не попробовала один раз наш, значит, первое, мусс, не склеивает волосы, то есть, не так, что ты нанесла на волосы ту пенку, а затем высушила и где-то будет склеенная, дальше, не так, что ты нанесла и быстрее идешь мыть руки, потому что уже все склеено здесь, абсолютно не склеивает волосы, легко расчесывается, и что, например, для меня важно, вот я мою волосы через день, конечно, иногда бывают ситуации, когда нужно и каждый день, потому что, ну, например, опять же, фотосессии какие-то и так далее, я себе больше нравлюсь с распущенными волосами, поэтому, как говорится, я не буду ходить с распущенными волосами, если я знаю, что они не свежие, вот, и, допустим, я сегодня ходила с распущенными волосами, на ночь я заплела, к примеру, или косичку, или колосок, и за ночь у меня уже легкие завитушки, и это все благодаря тому, что на волосах есть мусс, потому что, если бы на волосах ничего не было, да, сначала были бы завитушки, но затем они там час-два и полностью волосы были бы прямые, потому что нет никакого усиливающего средства, если вы такое не любите, особенно, если волосы тонкие, кстати, кто-то говорил, у нас есть вьющиеся волосы, обязательно пользуйтесь или мусс, или спрей, также для вьющихся волос у нас есть отдельно серия, очень классная, так, то же самое, девчонки, наши лаки, то же самое, я вообще не любитель лаков и пользуюсь ими очень-очень редко, я рассказываю, почему их не любила, во-первых, этот запах, нанесешь, потом не знаешь, как это все передышать, потому что запах просто нонсенс, затем, если вдруг, особенно, если вы потеете, к примеру, лето, есть же девчонки, которые, когда потеют, прям потеет кожа головы, и в итоге все это видно на волосах, если, что ни говори, не очень хороший лак, в итоге это все выглядит, как будто ты вообще не мыла волосы, затем, когда ты их расчесала, остается белый пепел, и, опять же, особенно, если ты попала под какой-нибудь дождь без зонтика, ну, просто, не знаю, одевай шапку на голову в 25 градусов тепла, потому что это просто нечто, наши лаки и близко не имеют таких никаких нюансов, они, во-первых, не склеивают волосы, они не оставляют вот этой пыли, когда ты расчесался, если ты попал под дождь, ну, что уже сделаешь, волосы высохли, расчесалось, и у тебя снова свежие волосы, у меня лак еще старой коллекции, 89,73, он, кстати, был на распродаже, думала взять, потом посмотрела, у меня еще две банки, плюс я очень редко ими пользуюсь, сейчас у нас два вида лака, то есть у нас серия стайлингов, ну, как обычно, была проверка, как продается, зашло хорошо, поэтому сейчас немного расширили, поэтому у нас сейчас два вида лака, есть сильная укладка и подвижная укладка, поэтому вы смотрите сами, если вы часто делаете прически, если вы, ну, работаете там парикмахером, там, может, дети делаете прически иногда, тогда, да, должен быть и тот, и тот, недостаточно нашего. Я просто многое уже смотрела, рассказывала, значит, общие рекомендации, минимум раз в три, месяца, все зависит от ваших волос, но ни в коем случае не допускайте себе ходить с кончиками, как я уже рассказывала, раздвоенными, расстроенными, там, и так далее, секущиеся, ни в коем случае, уходите в парикмахерскую и просто состригайте кончики, обязательно, если, конечно, у кого-то стрижки, там нужно почаще, но еще раз повторюсь, девчонки, это все зависит от ваших волос, когда я начала пользоваться постоянно сыворотками, мега крутая сыворотка серии салон, 82,15, и то, я ее не брала, пока мне просто не начали рассказывать мои консультанты на ПВ, какая она мега крутая, все запаивать, поэтому я уже рассказывала, где-то два раза в год, иногда и раз в 8 месяцев хожу состригать, все смотрите сами, дальше, защищать волосы не только от солнца, но и от ветра, и от мороза, для этого, кроме, ну, когда морозы, там шапки и так далее, шарфы, не забываем про термозащиту, дальше, ухаживающие средства обязательно, бальзамы, маски, спреи, сыворотки, обязательно, так, про сыворотки я это уже рассказывала, здесь, как говорится, подведение итогов, тоже много что рассказывала, значит, моем теплой водой, проверяем, какая вода, ну, как Яна, Яна, Аня рассказывала, как и ребенку можно проверять локти, массируя кожу головы, не когтями, не ногтями, а вот именно пальчиками, моем только корни, длина смывается сама собой, после маски, для наилучшего, но я еще раз повторюсь, это зависит от масок, вот эти различные домашние, как делают там яйцо, там еще крахмал, смотрю, рекламируют, так далее, я таким не страдаю, потому что я доверяю нашим средствам, мне они шикарно подходят, можно для лучшего результата нанести еще после маски бальзам, но опять же повторюсь, если вы делаете маску так, как написано, там, 3-5 минут, но если я с маской хожу 15-20 минут, я потом никакой бальзам не наношу, волосы и так шикарнейшие, так, лучше волосы сушить естественным путем, проверила то, что я говорила, сушу только челку и максимум корни, так, использовать термозащиту сыворотки, делать процедуру скрабирования и не спать с влажными волосами, ну а сейчас возвращаемся быстренько к нашим средствам, значит, опять же повторюсь, я вам даю только рекомендации, вы выбираете сами, значит, все зависит от вашего кошелька, но, если у вас напряг в денежном плане, чем использовать ботанику, лучше используйте серию эксперт, тем более она, здесь у меня на картиночке, еще в старой упаковке, она есть на распродаже, но разница на распродаже и в каталоге в минимальная, новая серия эксперт идет намного лучше, то есть, в принципе, серии оставили там для окрашиванных, восстановления, гладкость кондиционирующей, увлажнение, но в новых идет без СССР, СЛЭС, СЛЭС и ПАРАБЕНОВ, серия эксперт, которая уже новая, поэтому лучше берите в новой, и плюс у нас ура, 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 появились большие флаконы по 400 миллилитров, они бывают иногда на акции, то есть, вы можете, к примеру, сначала, как говорится, ну, у каждого свои, своя специфика взять, чтобы попробовать 250 миллилитров, все-таки шампунь заканчивается быстро, а затем, если он вам шикарно подошел, взяли себе 400 миллилитров, значит, они не содержат парабены, не утяжеляют волосы, подходят для всех типов, плюс не забываем, что у нас компания всегда идет ногу со временем, чтобы не загрязнять окружающую среду, у нас даже вот одежда есть из переработанной, по-моему, сетки, и здесь же идут упаковки, все из перерабатанного пластика, который мы знаем, что в России на больших ПВ в принципе сдают, очень классный аромат, девочки, очень, у меня был и белый шампунь, получается, восстановление, был и объем, аромат просто бомбезный, и достойный уход за приемлемую цену. Дальше, активное питание, сейчас, секунду, да, я знаю. Значит, активное питание, вот эта фиолетовая серия, подойдет для тех, у кого сухие, обезвоженные волосы, но еще раз повторюсь, это не значит, что мне подошли, и я мою ими там полгода, или вообще год, нет, я всегда, всегда меняю шампуни, просто возьмите и попробуйте. И, кстати, этот шампунь, очень хорошо запомните, фиолетовый, подойдет для вьющихся волос и электролизующихся. Восстановление, это вся зелененькая серия, которая раньше была у нас тоже зеленая. Здесь просто обалденный аромат, просто сыворотку я такую уже использовала. Вот, кстати, если у кого-то не очень бюджетно вот такую сыворотку, салон брать, возьмите сыворотку из серии восстановления. В принципе, у них причина для использования та же. И здесь есть у нас масочка, то есть вы можете взять шампунь, бальзам, маску, и, получается, добавили спрей с какой-нибудь другой серией, все, вуаля, можно вообще брать разные, то есть серия эксперт между собой пересекается, легко можно, допустим, шампунь, к примеру, восстановление, а бальзам взять для окрашенных, красненький, вполне можно. Интенсивное укрепление. Вот сейчас такой у меня бальзамчик заканчивается, и шампунь только недавно взяла. Это для очень ослабленных волос и сухих. То есть вот эта серия подойдет для милированных, блондированных волос и для тех, у кого химическая завивка. Просто шикарнейше подойдет. Опять же, сыворотку взяли зелененькую. Значит, хорошо или нет два в одном. Лично я считаю, что должен быть отдельно шампунь и должен быть отдельно бальзам. Но, если хотите бюджетный вариант, вполне возможно, но опять же эксперт, то есть все-таки если хотите восстановить волосы, серия эксперт. ботанику я вам уже рассказывала, что вполне можно брать подростка, мужу, а себе все-таки более профессиональный уход. Значит, шикарный вариант, кстати, в поездку, на дачу, где-то там на отдых и так далее, чтобы не брать миллион банок, взяли два в одном и вуаля. и, конечно, подходит для всей семьи, для всех типов. Кстати, шампуни два в одном можно брать уже подросткам, которые там, сейчас же дети у нас современные, могут там и 14-15 лет попросить и покрасить там где-то кончики и так далее, то есть вот такие шампуни можно им уже брать. Про это я уже сказала, можно ли сочетать между собой шампуни эксперт, можно и вы сами смотрите по своим волосам. У меня всегда много серий и я как бы по этому поводу не заморачиваюсь, но рекомендую вот именно очень серию с маслом Амлы, это вот эту зелененькую, где есть и маска и сыворотка. Значит, серия Суперфуд. Мега крутые шампуни, здесь, правда, мало миллилитров, 150, но они очень густые и вот про эти маски, девчонки, я вам говорила, что вот эту маску можно наносить на корни, она не лоснит волосы, то есть, допустим, эту маску на корни, дальше у вас там сильно повреждены, секущиеся и так далее. Что это в чат? Не поняла. Значит, а дальше вы более глубокое восстановление. Просто рекомендую. Все можно почитать на сайте, поэтому, как говорится, просто мы перелистываем. Очень классно вот эта серия на время авитаминоза, то есть, после лета, когда сразу похолодание, стресс не только для организма, не только для кожи, но и для волос, поэтому вот эту серию суперфуды можно вовсю пользоваться всю осень, то есть, это как бы будет такой переходящий вариант на зиму, а вот на зиму берем уже питание. Серия лав у нас появилась не так а, поняла. Значит, серия лав появилась у нас не так уж давно. Это серия на основе ланолина, который производится из шерсти овец. Она шикарно подойдет для аллергиков, астматиков. Почему? Потому что что крема, что шампунь почти не содержит отдушек, особенно кремики. Они вот такие натуральные, без всяких отдушек. Если серия эксперт, шикарные такие ароматы, но я люблю такие ароматы, а вот здесь почти нет никакого отдушек, и вот эту серию можно с четырех лет использовать легко. Просто детям брать с фиолетовым колпачком. Запомните, что вот детям можно с фиолетовым колпачком, а себе, если уже чуть-чуть восстановление, брать с розовым и бальзамчик. Также можно мужу, почему бы нет. Нет перхоти. Значит, у нас, конечно, есть серия с крестиком. Я на нее сегодня не буду обращать внимание, потому что она из наших старых коллекций, но вот эта серия No Snow, она так называется. проверена и не раз. Я уже вам рассказывала, что у меня страдают мои родственники. И, например, брат иногда вообще не мог избавиться. Буквально два мытья и все. И вот эта вот перхоть уходит сама по себе. Поэтому обратите на нее внимание. Там есть, и что мне она нравится, если с крестиком просто идет от перхоти, так здесь идет и против перхоти, и по твоему типу волос, то есть и для жирных, и для окрашенных, и для мужчин есть, и есть два в одном. Поэтому обратите внимание, но она шикарнейшая. Выпадение волос. Проверила на себе. У меня есть видео, если кто-то не видел, поищу потом, скину. После ковида я прошла ее полностью. Мне хватило одного тюбика шампуня, а вот уход я использую иногда и до сих пор. Маску наношу на корни разогревающую, допустим, а дальше идет профессионально. И капсулы тоже использую до сих пор. Шикарнейший, но нужно пройти курс. Не смотрите на миллилитры, шампунь очень густой, он еле выдавливается. Для густоты волос, то есть сначала, если вот допустим вас выпадение после ковида, сначала берем против выпадения, а затем для закрепления берем для густоты. Спрей можно не смывать, можно наносить каждый день, хотите на ночь, хотите после мутья, вот именно на корни, он не лоснит волосы, ну а дальше капсулы и так далее, смотрите сами, но обращаю ваше внимание, что вся эта серия с крестиком идет и для мужчин, и для женщин. Чувствительная кожа головы, это для тех, у кого вот на данный момент очень много перхоти, прям кора, кстати, девчонки, вот эти шампуни сейчас на акции при покупке по каталогу там на какую-то цену, в Беларуси, по-моему, 3 рубля 40 копеек, все, и шампунь, и бальзам, и вот у нас еще появился восстанавливающий лосьончик, мега крутая серия, вообще серия биомика идет восстановление микробиома кожи, вообще кожи, поэтому обратите внимание, и вот недавно что появилось, кстати, ее вообще рекомендуют для тех, кто только что покрасился, сделал милирование, блондирование, потому что особенно вот меня, допустим, сложное крашение, 5 часов, там несколько красок, смывается несколько раз, то есть стресс для кожи головы очень сильный, поэтому обратите на нее именно внимание. Так, гиолурон, то, что я рассказывала, идет плотность восстановления и густоты волос, но эта серия салон, я так понимаю, у нас будет обновляться, потому что что-то все время на распродаже и уже много чего не пробивается, но я уверена, что эта серия продавалась очень классно, будет точно так, как эксперт, обновление. питание, уход зимой, вот этот шампунь я вам рассказывала, что когда-то мне не подошел, шикарный, просто у меня не сухие волосы, если у вас сухие волосы, если у вас вьющиеся волосы, если у вас волосы после химической завивки, шикарнейшее, ну а вот сыворотка и спрей у меня есть постоянно, опять же повторяю, мыть, особенно первое время, недельки, две, на один раз больше, чем вы обычно моете, потому что без сульфатной шампуни надо, чтобы волосы привыкли. Так, маски, значит, если сильно повреждены волосы, должен содержаться кератин, но кератин у нас, по-моему, есть восстановление в белом шампуне, эксперт, если этих масок нет. реанимация волос, это есть, девчонки, мега крутая штучка, только нужно заняться, наносишь на, ну помы, то все, наносишь на волосы, надеваешь шапочку, прогреваешь пеном хорошо, и затем через энное количество времени смываешь, вот реанимация шикарнейшая, нужно, лучше всего, сразу вот этот вот тюбик, сразу, ну, если на мою длину волос, сразу весь тюбик, а сыворотка используется, как обычно, на кончике волос, а рису, вот я их как попробовала с самого начала, с тех пор, и пользуюсь, испробовала их уже все, некоторые иду по-новому, значит, мицеллярный шампунь у меня есть постоянно, о нем я вам чуть позже расскажу, а дальше просто чередую, но вот это, и запах обалденный, и они очень густые, прям иногда, чтобы быстрее, они меня всех стоят в перевернутом виде, просто, аж силу сильную, да, на лето будет хорошо, силу применяешь, чтобы выдавить, то есть, если сильно не надавить, почти не это, и не выливается тот шампунь, очень густые шампуни, что розовенький, что беленький, значит, вот эта серия, оранжевая или бежевая, это идет для милированных, блондированных, и восстановления волос после химической завивки, если у вас красное, ну, окрашивание, они вам не подойдут, вот эта серия рису, вот сейчас у меня такой шампунь, бальзам у меня уже закончился, шампунь у меня вторая баночка, вот этот шампунь содержит омега-3 для волос, который именно, а рису идет с камелией, очень густой шампунь на самом деле, и, кстати, знаете, что, раньше рассказывала, и даже вот кто видео мои смотрит, ой, значит, одной банки бальзама мне хватает на две банки шампуня, девочки, сейчас нет, так как я по-другому начала относиться к волосам, у меня иногда бальзам даже заканчивается раньше, чем шампунь, особенно вот этот, я вам серьезно говорю, шампунь еле выдавливается, и тоже можно использовать для чувствительной кожи головы, для блондинок, вот для меня это нонсенс, потому что я делаю сложное окрашивание полное два раза в год, дальше я делаю еще два раза, плюс получается тонирование, а чтобы поддерживать цвет, шикарно, кстати, подойдет на милирку, наши шампуни, у меня только заканчивается бальзам, и еще на раза два помыть шампунь, чтобы, ну, надолго мне его хватило, я, значит, мою два раза волосы, ну, как обычно, своим шампунем, затем наношу этот шампунь, минут 10-15 хожу с ним, с полотенечком на плечах, не красит кожу головы, не красит руки, затем смываю, и шикарнейший отлив, никакого фиолетового, то есть не думайте, что вы походите, там переходите, будьте фиолетовые, не будете. Для кудряшек у нас шикарнейшая серия, и попробуйте вот именно вот этот гель, он именно создает очень шикарные кудряшки, просто попробуйте. Если у меня, допустим, прямые, абсолютно мне это не подойдет, потому что, ну, какие можно создать кудряшки, а если у вас от природы волнистые волосы, просто попробуйте. Серия морожка появилась у нас не так уж и давно, опять же, бюджетная серия, просто витаминчики, огромный ассортимент, значит, есть и 250, есть и 380 миллилитров, но опять же, повторюсь, если у вас волосы свои, если у вас волосы, что-то где-то происходит, берите профессиональное. И, конечно, есть универсальное, два в одном, но лично я универсальное не беру. Это то, что я вам говорила. Можно для всей семьи, вот шикарный подарок бабушке, вот на дачу завести, пусть стоит, вот где-то, вот куда-то едете можно, но как уход, это просто, ну, как вам сказать, обычные шампуни, чтобы помыть волосы. Подросткам может подойти. И здесь уход тоже бюджетный, но шикарно работает. Вот вам два масла. Идет то, что я говорила, репейное масло и еще масло, которое появилось у нас недавно. Но вот репейное масло я использую, ну, уже, наверное, третий тюбик. Остальное, я вам скажу честно, я не пробовала, кроме какого-то одного бальзама. Вот эти бальзамы очень и очень густые, проверено. Так, про лаки я вам уже, в принципе, говорила. Ну, максимум, что могу сказать, что лак для волос появился в середине 50-х годов прошлого столетия. И получается, так как он был небюджетный, не все могли его позволить, то наши, спросите, бабушки и так далее, закрепляли прическу, как неинтересно звучит, яичным белком или же сахарной водой. Не надо далеко идти. Я сама, помню, седьмой или восьмой класс на дискотеку, специальная бутылка с этим, и там сахар, бунтых, бунтых, и все, и красотень. Сама, помню, таким вот делом занималась. Ну, а совместные у нас современные лаки идут, именно, особенно наши, и с кератиновым комплексом, и с защитой от ультрафиолета. Но сахарную воду я помню. Про это мы уже говорили. И вот вам, пожалуйста, несколько лет назад, это лет восемь, наверное, назад, без утюжка, без ничего, просто высушенные волосы. Если девчонки присмотреться, здесь, конечно, может, не очень, потому что тогда и телефон был не такой, и все. Здесь и волос сам по себе у меня тоньше, очень тоньше. И потом, когда я попробовала утюжок, я понимала, что это для меня очень критично, потому что волосы все-таки, ну, торчки были. И я не могла нормально отрастить длину, потому что на длине они оставались уже очень-очень тонкие, некрасиво смотрелось. Вот. И специально вам показываю это волосы с утюжком. Вот. Волосы с утюжком. Возвращаемся обратно. И свежая фотография, которую выставляла Оксана, волосы без утюжка, просто помытые, со всеми средствами, высушена только челка и верх чуть-чуть. Сами высыхают прямые без, и говорю, плотность совершенно другая. И только наши средства. Поэтому я многое, что вам рассказала, еще не показала наш, видите, образец, так как брала на офис, разглаживающий крем для волос. Все-таки, если у вас есть тут пушистость, а утюжок или не можете купить, или не хотите портить волосы, просто рекомендую. Много не надо, чуть-чуть разнесли, и опять же, бац, 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 все красивенько, девочки, и никаких проблем. Все я вам, в принципе, уже рассказала, как что правильно делать, что не делать, и то, что у меня есть всегда, то, что я вам говорила, детокс. Обязательно. Значит, серии эксперт черной у нас нет, мицеллярка, скраб. Значит, как делаем? Намочили волосы, наносим скраб, скрабируем кожу головы, затем смываем этот скраб мицеллярным шампунем два раза, ну, а затем опять же спрей и так далее. Второй раз мою волосы, можно мицеллярным, можно любым другим, наношу маску на корни волос, дальше по длине наношу другую маску. Волосы, девчонки, прям приподнимаются, объем появляется шикарнейший. Дальше разнообразие. Вот все, что сейчас у меня есть, фото от вчера, разнообразные. Опять же повторю, пользуюсь под настроение. Маски мои. Все, я вам уже рассказала. Некоторых уже не делают, но, как говорится, пользоваться нужно. Вот это самое, это именно даже защита цвета идет. Если есть в России, берите. Тонирование волос, я вам уже рассказала, мне очень нравится. И, как мы все знаем, что есть пять признаков ухоженной женщины, которые совсем не связаны с ярким вечерним образом, с шикарнейшим макияжем, с обувью и одеждой. Первое, на что всегда смотрят, это у вас должны быть чистые и здоровые волосы. Второе, аккуратный маникюр. Если ходите в салон, не должно быть отросшего, неизвестно сколько. Если сами красите, не должен быть покоцанный лак. Лучше пусть будут беленькие, красивенькие, чем непонятно что. Затем брови, потом только губы, и затем женщину запоминают по аромату. Ну, и для тех, кто красится, больше всего женскую неухоженность выдают отросшие корни волос и вымытый или выгоренный в ши цвет краски. А чтобы это не было, у нас огромный арсенал по уходу за волосами. На этом у меня все. Сухие шампуни. Лиля, спасибо за вопрос. Значит, у меня он есть. Я его использую очень редко. Лично для себя я не увидела сильного результата. Я хотела сначала, чтобы обновлять, значит, челку. Но так как челка у меня, если я посплю, непонятно что, поэтому челку я мою каждый день. Значит, если, но это не значит, что если у вас уже очень жирные волосы, оно не поможет. Но, если вам, допустим, сегодня нужно мыть волосы и куда-то нужно срочно уезжать, наносим на корни. Затем, так как обычным шампунем, потерли и через пару минуток расчесали. Он волосы не помоет, но он приподнимет их от головы. То есть, делает чуть-чуть объемчик и все-таки это не так будет показывать, что у вас не свежие волосы. Все. Всем спасибо. Всем пока. меня уже ждет муж. Конечно, запись будет. Только позже скину. Пока.